В этом году в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь в здании областного общественно-культурного центра состоялась торжественная церемония присвоения звания «Человек года» в семи номинациях за высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности. Эта традиция ведет свой отсчет с 2008 года. За это время в книгу «Летопись премии «Человек года», которая бережно хранится в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, вписано 56 имен людей, удостойных высокого звания. Так кто же по итогам работы в 2014 году заслужил право считаться лучшим в номинациях «Служу Отечеству», «Руководитель», «Призвание», «Человек на земле», «Открытие», «Мастер», «Лидер». Михаил Рубан – человек, который еще в юности единственный из всей своей семьи решил связать жизнь с сельским хозяйством. Человек, который вот уже 40 лет хранит верность своему делу. Помимо уже имеющихся личных наград, в этом году в очередной раз получил широкое признание. На этот раз на областном уровне. По итогам работы в 2014 году Михаилу Рубану вручили премию Гомельского облсполкома «Человек года» в номинации «Человек на земле». Он возглавляет открытое акционерное общество «Знамя Родины». В свое время оно образовалось из четырех организаций. Это сейчас оно успешно развивающееся рентабельное предприятие. А поначалу его руководителю было нелегко. И тем не менее, Михаил Рубан, как настоящий хозяин, сделал все для того, чтобы предприятие уверенно держалось на ногах. То, с каким знанием дела Михаил Александрович рассуждает о земельных вопросах, об урожаях и надоях, о качестве работы и ее результатах, свидетельствует о том, что за длительный трудовой стаж он научился говорить землей на одном языке. Поучиться у этого человека можно многому, особенно молодому поколению. Чтобы не зря жить, надо, конечно, работать, зарабатывать на жизнь, и живенцем не быть. Самое главное, чтобы заботиться о своих родителях. Сейчас много возможностей молодежи. И работать, и учиться, все для этого есть. Александр Чигир, начальник Мозорского отдела по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы, имеет все награды Министерства по чрезвычайным ситуациям, является депутатом районного совета депутатов, председателем Белорусского общества охотников и рыболовов, председателем Республиканского общественного объединения Добровольное пожарное общество. Мужем супруги Галины, отцом 18-летнего сына Дмитрия и 9-летней дочери Ангелины, а сейчас еще и Человеком Года. «Служу Отечеству» — номинация, в которой по итогам работы в 2014 году Александр Чигир признан лучшим. Где бы ни работал этот человек, будь то Житковический гарнизон, Калинковический или Мозорский, он всегда самое пристальное внимание уделял профилактике. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, качественной и своевременной, без потерь человеческих и материальных. Всегда ответственные, радеющие за свое дело, подающие пример во всем, порядочные и преданные своему делу. Смотреть на них, все хорошее перенимать только от них и слушаться их. Хорошие, авторитетные, уважаемые люди, они к плохому никогда не научат и не пожелают. Ну и желаю нашей молодежи тоже, смотрите по сторонам, не берите этот негатив, который есть, а берите только хорошее. И на старых традициях, конечно, воспитывайтесь. В номинации руководитель в этом году победителем стал директор Калинковичского мясокомбината Геннадий Курлович. За время его руководства, анализируя достижения предприятия, понимаешь, проделана колоссальная работа, когда невозможное становилось возможным. Вникая с самого первого дня работы, во все вопросы, проблемы комбината на разных уровнях, Геннадию Курловичу удалось вывести предприятие на новый уровень развития. Проведена глобальная модернизация производства, всего энергетического хозяйства. Из года в год обеспечивается устойчивый рост объемов производства. Но главная составляющая в работе Геннадия Александровича Курловича – забота о людях. Отсюда наличие на предприятии полного социального пакета. Работать можно было бы желание, особенно у молодежи, и терпение, чтобы, как говорит Геннадий Александрович, понимали, что получить все и сразу невозможно. Для этого сначала надо потрудиться. Чуть-чуть терпимости молодежи, чуть-чуть. А так у нас очень такая грамотная, очень необщая молодежь, которая приходит последние, я не знаю, 4-5 лет, вот сколько вот и в этом году, мне дух захватывает. То есть они приходят со своим видением, они немножко какие-то такие растрепощенные. Я считаю, что у них все есть. То есть у них есть, по-видимому, хорошие родители, у них есть тоже хорошие друзья. Осталось просто вот, как бы сказать, чтобы удача была на их стороне. Обладателем звания «Человек года» в номинации «Лидер» стал генеральный директор коммунального жилищного унитарного предприятия «Уником» Жлобинского района Михаил Евсеев. По итогам работы в 2014 году предприятие, возглавляемое Михаилом Адамовичем, признано лучшей организацией отрасли жилищно-коммунального хозяйства и занесено на областную доску почета. Был приятно удивлен. Я не знаю, в принципе, вот как для меня кажется. Работаю, стараюсь. Не все, конечно, получается. Хочу, чтобы на моем предприятии всегда у рабочих была зарплата побольше, чтобы всегда они с удовольствием приходили на работу. Буду, конечно же, и дальше прикладывать все усилия для того, чтобы наша республика цвела и процветала. Открытие. Именно так называется еще одна номинация премии «Человек года». Открытием года стал гомельчанин Евгений Цуркин, чемпион Европы по плаванию, мастер спорта международного класса. Выступает в плавании вольным стилем и батерфляем. В его медальной копилке бронзовая, серебряная и золотая награды Всемирной летней универсиады 2015. Это весной Евгений Цуркин установил три национальных рекорда на открытом чемпионате Беларуси по плаванию. Новый национальный рекорд Евгения позволил ему получить право на участие в Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. А в августе нынешнего года Евгений Цуркин завоевал первый важный титул в карьере, став чемпионом Европы по плаванию на 28-й Всемирной летней универсиаде. Далее в планах Евгения Цуркина курс на новые победы. В декабре месяце чемпионат Европы по короткой воде в Израиле. Но на ближайшее время, это естественно Олимпийский год, только Олимпийские игры, только победа, только вперед. Мастер. Номинация весьма интересная, даже немного сказочная, особенно если брать во внимание личность, которая в этом году удостоилась этого звания. Кондитер открытого акционерного общества Гомель Хлеб Пром Дмитрий Антипенко, своего рода волшебник, который дарит сказку не только детям, но и взрослым. Дмитрий вполне соответствует образу настоящего кондитера. Он и скульптор, и человек с очень развитым чувством прекрасного. Каждая его работа – это целое искусство, целая наука. Дмитрий – постоянный участник и призер всевозможных выставок хлебного и кондитерского дела, республиканских и международных конкурсов кондитеров. Самым успешным для Дмитрия стал 2014 год. Впервые принимая участие во Всемирном кулинарном кубке в Люксембурге, Дмитрий завоевал золотую медаль. Именно после такого триумфа руководство Открытого акционерного общества «Гомель Хлеб Пром» посчитало, что Дмитрий Антипенко достоин называться «Человеком года» и выдвинуло его кандидатуру на областной конкурс. По итогам работы в 2014 году Дмитрию Антипенко присвоено звание «Человек года». Лично для меня это большая честь, что из стольких мастеров, рабочих всей Гомельской области удостоили именно меня такого звания, как «Человек года» в номинации «Мастер». Это очень важно для меня, для моих руководителей, для моего предприятия, которое меня воспитало, вырастило. Люди трудоспособного возраста в большинстве своем ходят на работу. Но далеко не все относятся к ней как к призванию всей своей жизни. И лишь единицы удостаиваются чести и получают премию Гомельского областполкома «Человек года» в номинации «Призвание». По итогам работы в 2014 году в этой номинации победила начальник управления архитектуры и градостроительства Комитета по архитектуре и строительству Гомельского областполкома главный архитектор Гомельской области Светлана Кухацковолец. При непосредственном участии Светланы Николаевны в 2014 году подготовлен к визиту главы государства Александра Григорьевича Лукашенко в город Чечен и преобразился к областному фестивалю «Дожилки» в город Дудок и Шиева. Общаясь со Светланой Николаевной складывается впечатление, что архитектором она родилась. Во всяком случае, с выбором будущей профессии определилась еще в детстве. За годы работы в должности главного архитектора Гомельской области Светланы Кухацковолец вместе с командой профессионалов проделана огромная работа, в результате которой Гомель и многие районные центры нашей области преобразились до неузнаваемости. Мысль о том, что архитектор – это творец, а его работа – это большой созидательный труд, когда важно продумать все до мелочей, может принадлежать лишь человеку, по-настоящему влюбленному в свое дело, каким и является Светлана Николаевна Кухацковолец. Вообще архитектор – это он вообще олицетворяет красоту, которая подкреплена функциональностью, и он должен это творить. Почему? Потому что, значит, если мы находимся в интерьере, должен человек себя чувствовать комфортом, здание должно быть впечатлять. Если мы попадаем в среду, которая вызывает какой-то негатив, какое-то неприятное восприятие, значит, архитектор не доработал. Михаил Рубан – человек на земле, Александр Чигер – служу Отечеству, Геннадий Курлович – руководитель, Михаил Евсеев – лидер, Евгений Цуркин – открытие, Дмитрий Антипенко – мастер, Светлана Кухацковолец – призвание. Каждый из этих людей большим трудом и полной самоотдачей заслужил право называться «Человеком года», ведь они уже немало сделали для Гомельской области и страны в целом. Славная Моя Беларусь 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 Славная Моя Беларусь